МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Цель визита была в первую очередь посмотреть процесс реализации национальных проектов, скорость реализации достижения результатов, в том числе подготовка к осенне-зимнему периоду, поскольку в этот период мы планируем, что все-таки нагрузка на здравоохранение будет достаточно высокой, плюс мы готовимся и обсуждаем формат программы модернизации первичного звена медицинской помощи. Он стартует с 1 января, здесь реализуется в том числе несколько проектов, касаемых амбулаторно-поликлинических, мы посмотрели готовность уже к открытию детской поликлиники, которая на протяжении последних лет являлась таким долгостроемым, как период ее максимально направили финансовые средства и завершает фактически этот ввод этого объекта, что для города очень важно. Плюс мы посетили строительство нового амбулаторно-поликлинического комплекса, детская поликлиника, женская консультация. Работы идут полным ходом и мы обсуждали в том числе в рамках модернизации первичной медико-санитарной помощи, насколько мы растаем с учетом приоритетов для региона. Но нужно еще, наверное, все-таки мнение населения, на что в первую очередь нужно направить. Из тех рекомендаций, которые мы видим на сегодняшний день необходимо, во-первых, областная больница должна стать не только центром принятия наиболее тяжелых пациентов, но и огромный блок организационно-методической работы по отбору пациентов, по мониторингу пациентов на диспансерном наблюдении, который находится для того, чтобы своевременно принимать решения о плановой помощи, не доводя до экстренных состояний, доводя до утяжеления, тем самым улучшая показатели здравоохранения. Это направление требует кардинальной доработки. И мы видим, что здесь ресурс для этого существует. Нужно фактически обратить на это внимание и силы свои. Я еще раз тоже здесь поблагодарю Михаила Альбертича о том, что он оказывал постоянную методическую помощь. Благодаря ему мы приобрели томограф МСКТ, которого сейчас установили в инфекционной больнице. Сегодня у нас очень много вопросов связано с дальнейшим развитием. Мы понимаем, что нужно нам построить инфекционный корпус в областной инфекционной клинической больнице, потому что там семьи, мамы с детьми, с малолетними. Диагностику проходят только через выход на улицу. Это плохо. Мы должны понимать, что сегодня должно быть все это в одном корпусе. Мы понимаем, что нам нужно инфекционные корпуса построить в Ангарске на 120 мест. Я вчера был в Куйтуне, там тоже нехорошая ситуация. Поэтому здесь мы будем заявляться на все пилотные проекты, которые будет Минздрав России рассматривать. Мы готовы стать той пилотной зоной с учетом регионального софинансирования. Все, что касается качества улучшения жизни наших граждан, именно жителей Иркутской области, я буду проводить в жизни. И правительство Иркутской области будет софинансировать все федеральные проекты. Продолжение следует...